Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Проблема состоит в том, что ваш парень регулярно хочет с вами расстаться. А вы уговариваете его этого не делать, в итоге он соглашается и вновь возвращается к вам. Знаете, внешне мне эта история, эта ситуация напомнила некую такую игру. Мужчина неуверен в себе и хочет подтверждения, что он вам нужен, что он для вас ценен. Ну то есть такая историческая немножко модель поведения. Вы боитесь, что вас сбросит, испытывая привязанность к человеку, то есть в какой-то степени рассматривая его как некий костыль, на который вы опираетесь. Уговариваете его возвращаться к вам, перекладывая ответственность на него за то, что вам больно. При этом самостоятельно разобраться с тем, из-за чего вам больно и почему вы так реагируете на его высказывание о расставании, вы не можете. А вместо этого требуется от человека больно вам не делать. Это в некоторой степени выглядит странно. Точнее это выглядит так, что нужно с вами поработать. Мне кажется, что мужчина с вами расставаться не хочет и не будет. Мне кажется, что так он пытается привязать вас к себе по причине своей неуверенности. А вы на это покупаетесь. Куда более серьезной проблемой, на мой взгляд, является то, что вы испытываете к человеку привязанность и то, что вам больно, когда он говорит, что хочет. Расстав. Вот мне кажется, что это куда более такой тревожный момент, это куда более такой тревожный фактор, на который нужно обратить внимание. Вам свое внимание. Теперь. Можно предположить, что мужчина боится серьезных и серьезных серьезностей в отношениях, или мужчина боится боли. Но это вряд ли. Но это вряд ли. Так. Вот значит. Вот вы пишите, когда он так говорит, я воспринимаю его слова всерьез и начинаю не уходить. Вот что значит? Я воспринимаю его слова всерьез. Вот вы пишите, да? Вот что это значит? Вот. От чего вам больно, когда он так говорит? Вот. И вот вы спрашиваете, объясните пожалуйста, что с ним происходит? Не знаем. Это он. Мы не можем говорить про третье лицо Илона. Как мне вести себя в таких ситуациях? Ну, для начала имело бы смысл разобраться в себе. Вот. И определите природу вашей реакции и посмотреть на ваши переживания, на причину боли. А тогда уже можно будет что-то сделать. И тогда вы точно решите, как вам поступать дальше. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok